здравствуйте друзья мы с вами смотрим на итальянский ресторан это все в маунтин view на улице л камен рил недалеко от нашей школы совсем рядышком у нас тут будет небольшая партия как бы мы старый год провожаем может быть немножко с задержкой но с удовольствием так как-то время сегодня занятия мы все по отменяли чтобы так нам попроще было и вот идем вот сюда к фрэнки джонни и луи джин вот тут такие плаги красивые вот тут зал один это потолок растительность наверное искусственная я так полагаю растительность вот столик так красиво это все итальянское блюдо итальянское в общем антураж есть осталось только покушать во всяком друзья приличном итальянском ресторане все начинается запитать салатик такой вот смотрите хлебушек вот это чесночный хлебушек с томатным соусом такой подливочкой с этого мы начинаем а это друзья кальмарчики маленькие маленькие кальмарчики два разных соуса лимончик чтобы сначала полить прежде чем вот тоже такое блюдо хорошее у нас неожиданно возникла викторина тот среди сидящих за столом говорят вот 10 портретов и кто знает больше народу из вот тех актеров которые здесь на стенке мы также не в курсе это просто не итальянских корней кровей или они тут у вас в ресторанчике находили я сейчас спрошу спросил я говорят просто картинки хотя мы с вами друзья понимаем что все эти люди в принципе могли бы и прийти тоже поскольку это не невеликий подвиг там наверняка они все бывали в этих краях там кто-то или иной момент своей карьеры мы вопросим алексом охарактеризовать что это потому что вот я смотрю некоторые ракушки без устрече это как же с таким вот это что за итальянский такой стиль поделка а это помидорчик и когда это помидорчик это не сбежавшая ракушь теперь вот с соусом что мы будем делать хлеб макарь а нет хлеба не хлеб макарь надо заказать пара вы и котлеты вот это блюдо друзья называется краб кейк соус тоже очень важен это косметки из краба очень шикарно и да так вот у нас тут из хабаровска товарищи как по порядке краб кейк популярен или как и суши баровске море баровске море нет там это не популярно ну я думаю что все люди которых моря это с интересом посмотрю на краб кейк ну и вот уже наконец появился хлебушек с маслицем вот видите такое маслица хлебушек по всему столу разнесли чтобы никто не жаловался что ему нечем макать во вкусный соус я хочу сказать друзья что те из вас кто интересуется авторской песней или вообще предпринимательством может быть заинтересуется тем фактом что алекс до того как стал стартафером держал французский ресторан который я хочу сказать у него быстро превратился в армянский это вывеску он не менял а я сейчас скажу все говорили пойдем в итальянский ресторан где хозяин армянин и куда собираются евреи петь русские песни это бардовская песня в общем там собирались барды я честно говоря русские песни хочу сказать что чисто внешне мне не казалось что там удалось там что-то зарабатывать или он все-таки такой больше больше терялись деньги это коммерческая тайна но если ресторана больше нет я ушел в айти стартапы вот в этом французско-армянском ресторане с еврейской аудитории какие были наиболее популярные блюда кроме армянского клиника шашлыки армянские дома армянское имели успех так алмаз голубцы это виноградных листьях да да все знают алмаз алмаз каламаре с водкой что называл алмаз каламаре с водкой подавалась холодной алмаз каламаре это кальмары 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 жареные очень конечно там все перекрутилось на нашу кухню а самое интересное значит в этом ресторане где на 3 летит нашей нации никак а поваром был японец по-русски говорил нет но он приходил со своими ножами и если ты подходил вот так просто даже не дай бог ты тронул он бы полезу тебя но просто подойти к ножу было нельзя это святое и он приходил и уходил со своими ножами нельзя было его кровать вообще он быстро учился он очень такой был да ему объясняли он делал армянские русские блюда он сделал прекрасные котлеты по-киевски делал очень интересно и было это в даунтауне города лос-альто с друзья прикольным месте где простому человеку там в десять часов него раз замирал но лагандола у нас там кричала наши барды и что происходило после концерта если помните официального начинался 3 начинался эти отделения у нас было пьяно и кто тогда меньше там кто умел садился за и два часа нас уже полиция скоро узнала она подъезжала всем мотала рукой где-то в час говорит мужики вы чё там город мертв уже три часа вы еще гуляете они не радались просто они уже знали что тут русские гуляют алексей коньячку армянского да там все было очень алексей выходил и биться от хауза коньяк и значит там и наливал коньяк был неплохой надо сказать что в этом месте меня это ты кому-то изменилось ребятам которые слышали армянский коньяк удаешь коньяк неплохой сейчас в страну и уйду хороший коньяк так вот я хочу сказать вот тот коньяк что алекс наливал изменил мое представление о об армянском коньяке спасибо большое хорошую сторону хотя алекс я должен сказать что это надо попасть в хорошее место потому что когда вот началась война с ираком если ты помнишь и там вот на франция себя не 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 политкорректно подела и тут бойкотировали французские товары некоторые я подумал я человек патриотический буду пить армянский коньяк и меня хватило на месяц пошел в русский магазин пошел в русский магазин вот такие вещи надо делать через армян потому что нельзя вот так войти да и просто надо иметь связи надо иметь вот вот у меня отец одноклассника генеральный директор фирмы армянский так вот так вот вот коньяк армянский армянский да у меня сейчас в багажнике кстати так надо было принести шестерк я сейчас принесу если понял то есть в армении просто только да ты приезжаешь в армении нельзя просто быть туристом первое дело ты должен взять познакомиться с каким-то местным армянином армянином и тогда жизнь начинается и тогда шашлыки волги тут тебе покажут озеро Сыван тебе дадут трехзвездочный коньяк малдавского разлива и все как бы это как в Париже если с парижанином гуляешь это не то же самое что парижанкой в любом месте опытной парижанкой которая знает как развлечь гостя это блюдо такое друзья это креветочки с рисом немножко овощей с грибочками ну в общем вот такое блюдо многие из нас уважают это блюдо это основное блюдо вот и Жанна как ты относишься к креветочкам с рисом с грибочками с овощами я думаю что это очень вкусно ребята да Алекс это похоже на армянское блюдо нет очень не похоже у нас ни шлимпов нет ни ризотто хорошо что бы сделал армянин с этим блюдом чтобы оно стало армянским может быть коньяком молись с коньяком с коньяком с коньяком с коньяком да да и засыпать шашлыком вот чтобы пивы проще помолился и все и уже кошар и уже кошар да ну я это же не рис нет а это а что это ризотто ризотто это сорт риса я так понимаю но это не друзья это блюдо Яна расскажи что ты заказал это мясо я вижу мясо с лучком правильно ну вообще заказывал рыбу принесли мясо но это нормально для так это обычная это обычная это стандартная картошечка она не просто так она с лучком она с лучком правильным нечищены грибочками посыпано в общем и травм и даже полезного немножечко кабачка вот даже полезного это так чтобы пополировать вум друзья вот этот я не побоюсь этого слова шмат салма итальянский 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 шмат значит с рисунком с грибочками Володя что-то скажите про это ну что сказать это надо попробовать понюхать ощутить на вкус к сожалению запись не передает всего аромата нет я вижу с беленьким тут уже как-то так знали что и мускатик да это мускатик да это мускат итальянский мускат но десерт но он такой десерт к сожалению не к сожалению об счастье так друзья это что у нас это удивительный лосось я бы сказала так счастливый какой счастливый он улыбался когда его готовили так сыром отлично посыпать предлагаю перчиком 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 так что это друзья что это баклажан это паста то есть макароны а это шпинат шпинатик хорошо тут еще добиться это колбаса и пончики доносы мягко с жареным луком а это для любителей здоровой еды это для здоровой пищи для любителей шпинат видите какой красивенький салман на гриле кто вас обидел скажите нам опять и время смешно смотрите среди каких мужчин я сижу которых я так люблю кто меня мог обидеть я не знаю вы говорите вы меня обидели что-то я слышал такое так это же ваш обидел я сказал наоборот Ян сказал что он знает одного человека который не знает портнов в компьютерском я встретил девушку я иду к Мише на ладж он говорит ну Миша портнов а кто это так я сказал что меня обидел знаете я вам скажу что есть люди спрашивают что такое Ленин не знают это хорошо говорят в Битл сыграл понимаете друзья перед вами Яна Яна легендарный человек если вы захотите ее еще увидеть допустим вы соскучитесь она симпатичная покажи лицо что ты прячешь рукой вот она симпатичная пойдете на YouTube и напишите там Agile Testing или там напишите Software Test Documentation да и она доминирует весь этот YouTube она его раздавила и даже с какими-то негативными последствиями на работе я помню что ее заставили тоже там преподавать из-за нас да да нет ну вот то есть надо сказать что безусловно кто? субботник? нет нет надо сказать что безусловно вихрь закрученной портновской школы таки способствует моему продвижению на работе потому что берут как сказать больше кидают дальше вот но это развивает меня немеряно но на самом деле сегодня мы здесь по другому полку поэтому я бы хотела все-таки выпить за коллектив единомышленных действительно потому что это серьезное серьезное дело и мне кажется что то что эти люди несут то что они все делают от сердца действительно это движет наши студенты вперед ты и Света и Сопочка не может по-настоящему соответствовать качеству так сказать коллектива это сто процентов а главное что все идет от сердца так теперь София не удержалась не удержалась я попрошу что-то сказать я хочу сказать что все-таки много было хорошего то что мы привезли тогда это была наша страна из Савдепии и поэтому вот это мы и несем и продолжаем и поэтому у нас такой успех я думаю что вот те проблемы которые у них там они перестали быть в хорошем смысле советскими людьми да они стали какими-то как бы сказать по конурам началась какая-то дележка непонятная у нас никогда не было этого в мыслях даже да мы чувствовали в общем-то все когда мы работали одной семьей и здесь мы продолжаем это же дело да друзья я хотел чтобы Галина которая сколько уже пара месяцев тут у нас три месяца чтобы она что-то такое сказала а она ну по традиции русской говорит я лучше тост скажу давай ну да тост прежде всего огромное-огромное спасибо вам Михаил Светлана вам большое спасибо большое спасибо всему коллективу алекс не спите да пожалуйста за то что с первого дня действительно такое ощущение семейной обстановки то что все принимают то что очень приятно действительно приятно каждый день идти на работу это это большой праздник большое спасибо вам всем вы хотели пару слов про итальянскую кухню она здесь очень вкусная так у меня опыт у меня стаж небольшой но когда итальянская кухня вместе с морепродуктами это вообще-то просто супер может быть что-то отдельно для девушек или не восточницы приезжайте в школу да переплывайте в дальние восточные не надо скажи про этих холостяков тут скажи на выданье мужики пасутся вообще красивые молодые то есть есть такое что холостые уходят табунами надо собирать все вот это на высокой ноте мы передаем привет девушкам-дальневосточницам говорят там почему девушкам и парням да спасибо Фрэнки, Джонни и Луиджи мы отправляемся в офис после обеда я знаю люди спрашивают а по чем вышло вышло по тридцатке сноса ну плюс чаевые все